Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах, транспорте и торговых центрах. Какие еще решения приняли на городском штабе по предупреждению распространения коронавируса? Судимым хотят запретить работать таксистами. Законопроект уже разработан в правительстве. Будут ли исключения? Каждой 11-й женщине в России ставят диагноз «рак молочной железы». Как выявить болезнь на начальной стадии? Они восстанавливают храмы, прихожанами которых были члены семьи Аксаковых и принадлежавшие им деревне. А также совершили вояж по знаковым местам, связанным с жизнью писателя. Представители Аксаковского комитета рассказали о своих планах. За сутки в Самарской области зафиксировали 590 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших ковидом с начала пандемии в регионе 104 627 человек. Такие данные в среду опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. Всего с начала пандемии из больниц выписались 85 162 пациента. Эпид-ситуация в регионе, по оценкам специалистов Роспотребнадзора, остается напряженной, что требует усиления контроля за соблюдением всех профилактических мер. Об этом шла речь на городском штабе по предупреждению распространения коронавируса. Какие решения приняли, расскажет Ольга Хомракулова. В Самаре усилят контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах. Об этом стало известно на еженедельном заседании городского штаба по предупреждению распространения коронавируса под председательством первого вице-мэра Максима Харитонова. Пристальное внимание уделяется соблюдению всех противоэпидемических мер в торговых центрах, а именно термометрии, ношению масок, наличию санитайзеров и разметке социального дистанцирования. На нарушителей, как покупателей, так и юрлиц составляют протоколы. Лучшим решением защитить себя в этот непростой период остается вакцинация. По состоянию на 27 сентября в городском округе Самара 423 188 человек получили полный курс иммунизации против коронавирусной инфекции. 26 235 человек находятся в стадии вакцинации. Также городским штабам поручено усилить контроль за масочным режимом в общественном транспорте. Мы нарастили количество рейсов, вышли на количество 80 рейдов в неделю. Высажено у нас было за неделю 184 пассажира. Меры по борьбе с коронавирусом комплексные. Предприятиям-перевозчикам поручено увеличить частоту мойки и дезинфекции подвижного состава. Городские власти продолжают закупать и устанавливать рециркуляторы в общественный транспорт. Сейчас готовится необходимая документация. Прорабатываются графики поставки новой партии оборудования. Ольга Хомракулова, Василий Колдашов. События. Более 150 тысяч жителей региона получили прививку от гриппа. И еще порядка 1 миллиона 120 тысяч самарцев вакцинировались от новой коронавирусной инфекции. Медики рекомендуют защитить иммунитет до наступления пика заболеваемости. В сентябре традиционно проходит сезонная вакцинация от респираторных инфекций. Особенно уделить внимание своему здоровью врачи советуют людям старшего поколения. Гульфия Асафина продолжит. Жалко какие-то есть на момент осмотра, что беспокоит? Надежда Целикова пришла в поликлинику на прививку от гриппа. Для нее это ежегодная процедура. Признается, что склонна к простудам и тяжелым течениям заболеваний. Поэтому защищает иммунитет заранее, до начала эпидсезона. Еще весной прошла полный цикл вакцинации от коронавируса. Результат – инфекция обошла стороной. Для меня это важно, потому что у меня есть склонность к простудным заболеваниям. Как-то не хочется их. Я тоже боялась делать от коронавируса. От гриппа-то я раньше делала прививку. Вроде уже знаешь, какая она. А от коронавируса первый раз. Но все прошло хорошо. Особенно важно отмечать медики вакцинироваться людям старшего поколения. Осмотр пациентов перед прививкой от гриппа не отличается принципиально от осмотра перед вакцинацией от коронавирусной инфекции. Сюда входит термометрия, проверка артериального давления, пульса, общего состояния. Выясняем жалобы пациента, анамнез его, показана ли ему в принципе прививка по его состоянию здоровья. Вакцины у нас в достаточном количестве. Есть все представленные вакцины в настоящий момент у нас в учреждении. Очередей листов ожидания у нас нет. В живой очереди, либо по запись через госуслуги. Наши граждане могут в любое время дня и ночи прийти и получить вакцинацию. Сделать прививку от гриппа медики рекомендуют не ранее, чем через месяц после вакцинации от коронавируса. Это позволит максимально защитить иммунитет в сезон простудных заболеваний. В настоящий момент вакцинацию от COVID-19 прошли более 1 миллиона 120 тысяч жителей региона. От гриппа более 150 тысяч человек. Гульфия Сафина, События. Глава Самары Елена Лапушкина провела личный прием граждан. Основные проблемы, с которыми пришли самарцы, касались же личного вопроса и качества работы управляющих компаний. Какие решения удалось найти, расскажет мэри Елчан. На личный прием к главе города пришла Светлана Шингалова. Женщины жалуются на неудовлетворительное состояние кровли, которое протекает, из-за чего в квартире появился грибок. На встречу пригласили представителя управляющей компании, который пообещал до конца октября найти решение и отремонтировать крышу. Некоторые жители, пришедшие на прием к главе, выражали недовольство работой своей управляющей компании. А жильцы 19-го дома по улице Краснодонская и вовсе остались без УК. Эта проблема также нашла предварительное решение. Помощь жителям окажут районные власти. Однако и сами жители должны быть настроены на конструктивный диалог с новой управляющей компанией. Какие работы первоочередные, какие не первоочередные, вы собственники помещения, вы сами это все решаете. Сейчас вы должны оказать содействие району, выбрать управляющую компанию. С рядом вопросов об организации работы общественного транспорта, уборке территории и освещении пешеходной дорожки на шестой просеке Самары обратился главе города и Александр Лысенко. Присутствовавшие на приеме руководители департамента транспорта Сергей Маркин, департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин, департамента образования Илья Осипов и департамента градостроительства Сергей Шанов подтвердили, что все вопросы, озвученные Александром Лысенко, находятся в работе, о ходе которой своевременно информируют заявителя. Водителям с судимостью запретят работать в сфере пассажироперевозок. Такую инициативу на днях озвучили парламентарии Государственной Думы. Лица с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления не смогут работать в такси и в общественном транспорте. Как это повлияет на рынок труда в отрасли пассажирских перевозок, разбиралась Гульфея Асафина. У вас криминальное прошлое? Просьба не беспокоить. В Госдуму внесли предложение запретить людям с неснятой и непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления трудоустраиваться в службы пассажирских перевозок. По статистике МВД за последние пять с половиной лет каждый второй убийца, насильник или грабитель становится рецидивистом, то есть совершает преступление повторно. При этом многие из них после освобождения устраиваются работать водителями. Чтобы выяснить, сколько судимых по тяжким статьям сейчас занимаются перевозками, в Москве провели спецоперацию «Заслон». За 10 дней данная операция показала, что выявлены водители такси, которые ранее также привлекались к уголовной ответственности. 9 человек за убийство, 5 человек за изнасилование и 2 человека за похищение людей. Я в целом поддерживаю данную инициативу, она направлена на сохранность жизни и здоровья пассажиров. Под действие нового закона попадают две трети судимых по особым статьям Уголовного кодекса. В перечне убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, изнасилование и терроризм. Закон коснется не только россиян, но и приезжих в Россию из стран ближнего зарубежья. Данные об их судимости на родине по аналогичным статьям тоже будут учитываться. Пытаются изолировать и вынести из трудовой деятельности человека, который был ранее судим по тяжким статьям. Но хочется заметить, что здесь мнение водителя достаточно разнообразное и обширное. Службы занятости должны понимать, что хватает ли в этой отрасли работников, либо не хватает. Самарские водители к инициативе депутатов отнеслись по-разному. Я думаю, правильные вообще-то. Конечно. Ничего себе, бандиты еще. Такси сажать. С другой стороны, конечно, надо людям помогать. Что-то надо делать. Такси тяжелая работа. Я сам не таксую, но видно, что люди устают сильно эмоционально, физически. Поэтому в этом логика есть, но я его не слышал, этот закон. Но, в принципе, все логично. Я вчера услышал по радио, говорю, ну, конечно, понятно, да, вот он судимый, то что теперь, все, на нем крест поставить. А где ему заработать? Где я его с волчим билетом возьму, скажем так? Не знаю, мне кажется, это чересчур. Согласно законопроекту, водители такси, трамваев и троллейбусов, а также междугородних автобусов должны будут предоставить работодателю справку об отсутствии судимости до 1 марта 2023 года. Вернуться к работе с пассажирами водители с преступным прошлым смогут после погашения судимости. В случае совершения тяжких преступлений это через 8 лет после отбытия наказания. В случае особо тяжких через 10 лет. Законопроект разработан по поручению президента страны. Гульфия Сафина, Николай Сидоров, События. С 15 октября по 14 ноября в России пройдет перепись населения. В этом году с применением информационных технологий. В администрации Октябрьского района прошел первый день обучения контролеров. После курса теории и практики они обучат своих подчиненных переписчиков полевого уровня. Обо всем подробнее расскажет Никита Колосов. В этом году всероссийская перепись населения пройдет с применением информационных технологий. Каждый желающий сможет самостоятельно заполнить анкету на сайте госуслуг и получить QR-код. Но сохранится и традиционная форма переписи населения. Немаловажную роль в этом событии играют контролеры. Они будут учить переписчиков, которые потом пойдут по домам к тем, кто не смог принять участие в переписи самостоятельно. Это будет такая цепочка, что переписчик вышел на свой участок, включил планшет, который будет с главной системой. Собирает информацию за день, потом ее группирует, передает в электронной форме все контролеру. А контролер по цепочке нам, а мы уже вышестоящим органом. После участия в выборах в роли заместителя председателя участковой избирательной комиссии, Николай Шумков решил продолжить общественную деятельность. Узнав о старте обучения контролеров, сразу же записался в их ряды. Человек учиться должен всю жизнь. Всегда что-то есть такое, которое ты не знаешь. Всегда это стоит постичь, понять, и ты широко разбиваешься. Опять же, знакомишься с многими интересными людьми. Это замечательно, это я рекомендую всегда. Расширяй свой круг общения. В администрации Октябрьского района обучение контролеров пройдет в течение трех дней. Кандидатами стали те, кто имеет высшее образование и вакцинировался против COVID-19 или уже переболел коронавирусом. После прохождения обучения за каждым контролером закрепят 6-7 переписчиков. Никита Колосов, Сергей Баскин. События. Эфир продолжит новости экономики. В студии Виктория Шарая. Виктория, вам слово. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Министерство финансов предлагает внести корректировки в налогообложение физических лиц. Кого эта инициатива коснется? Букмекеров, иностранцев, работающих в российских компаниях, тех, кто распоряжается маткапиталом. Всего 12 корректировок, а каждый подробнее сразу после курса валют. Курс доллара на 30 сентября – 72 рубля 76 копеек. Евро – 84 рубля 87 копеек. Нефть марки «Бренд» торгуется на отметке 77 долларов 84 цента за баррель. Минфин предлагает внести 12 корректировок в налогообложение физических лиц. Планируется удерживать налог у букмекеров с выигрыша любого размера. А также обязать российские компании платить НДФЛ за заграничных сотрудников. На данный момент игорные компании самостоятельно платят налог с выигрыша в 15 тысяч рублей. А если сумма ниже, то налог платят игроки. Министерство намерено добиться полной налоговой ответственности букмекеров. Помимо этого, предлагается обязать Пенсионный фонд России направлять в налоговую сведения о владельцах сертификатов материнского капитала, распорядившихся его средствами, а также об использованных суммах. Агентство по страхованию вкладов в случае ликвидации или банк роста у банка будет обязано передавать в налоговую информацию о выплаченных вкладчикам процентах. Минфин намерен ослабить налоговую нагрузку, установив предельные размеры компенсационных выплат, которые работодатели производят своим сотрудникам, находящимся на удаленке. Кроме того, предлагается увеличить предельный возраст детей налогоплательщиков, которые претендуют на социальный вычет до 24 лет, если они обучаются научной форме. Минфин также предложил скорректировать порядок учета расходов при продаже семьям с детьми недвижимости, приобретенной с государственной поддержкой. Стоимость бензина на АЗС за сентябрь-октябрь вырастет на 25-30 копеек, считает глава аналитического центра независимого топливного союза Григорий Баженов. По его словам, такой рост цен на топливо связан с убыточностью работы розницы, так как оптовые цены примерно равны розничным, что вызвано увеличением экспортных нетбеков. Нетбеки – это индексы, показывающие, сколько должен стоить продукт, чтобы производителю было безразлично, куда его поставлять – на внутренний рынок или на экспорт. Чем выше нетбек, тем быстрее растут внутренние оптовые цены. На рост нетбека влияет стоимость на нефтепродукты в мире, курс рубля, значение акцизов, экспортные пошлины, а также затраты на логистику и перевалку. В России могут ограничить выдачу рискованных кредитов. Первое чтение нового закона может пройти уже в октябре, а вступить в силу он должен в начале следующего года. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Степень жесткости принимаемых мер определит Центробанк. Банк России либо ограничит выдачи банком займов россиянам, либо вовсе наложит запрет. В пресс-службе регулятора рассказали, что ограничения не планируется распространять на ипотеку и кредиты на автомобили. Будет установлена предельно разрешенная доля отдельных видов необеспеченных кредитов. Срок введения таких лимитов будет поручено определять Совету директоров Центробанка с учетом ситуации на рынке. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. Сначала думали пневмония, оказалась патология сердца. В Самаре успешно провели экстренную операцию 10-месячному малышу. О буднях специалистов Самарского кардиологического диспансера в преддверии Всемирного дня сердца расскажет Гульфия Сафина. Он в одиночку мужественно выдержал все необходимые реанимационные процедуры и только увидев маму, впервые за два дня позволил себе эмоции. Маленькому Никите всего 10 месяцев. На днях он перенес серьезную операцию на сердце. Перед этим малыш неожиданно начал задыхаться. Рентген показал наличие жидкости в грудном отделе. Сначала медики заподозрили пневмонию, но все оказалось гораздо хуже. У нас начала копиться жидкость в плевральной полости. И нас на следующие сутки перевезли сюда на реанимобили. И уже вот здесь, в третьи сутки, находится мой сын в реанимации. Была оказана помощь по зондированию. Узнали, что есть суженные участки стеноза, вот этих сосудов кровеносных. Вот это сделали. Сейчас мы отходим. То есть все благополучно у нас прошло. И дай бог, скоро мы будем вместе. У Никиты врожденный порог сердца. С рождения он под контролем специалистов Самарского кардиодиспансера. Именно здесь установили крохотный сосудистый шунт на 10-м дне жизни. Позже обеспечили работу малого круга кровообращения, заменив неработающий желудочек собственной веной. Это помогло вынести жаркое лето, рассказывает мама Никиты. Очень вам благодарна, что лечит. Сердечно-сосудистые заболевания у детей часто выявляются на стадии внутриутробного развития. В год в Самаре проводится порядка 250 операций пациентам с врожденными патологиями. В том числе самых сложных. Мы оперируем всю патологию, в принципе, врожденную сердце, которая существует. В некоторых ситуациях мы буквально в первые сутки жизни ребенок сразу из роддома едет на операционный стол. Кроме этого, у нас достаточно большой объем пациентов с кардиологической патологией, с нарушениями ритма сердца, с воспалительными заболеваниями, миокарда. Собственно, все, кто в Самарской области нуждается в такой помощи, они все первоначально проходят через наше отделение в любом случае. Каждый житель области, страдающий болезнями сердца, стоит на учете в Самарском кардиодиспансере. Даже после успешной операции и выписки медики продолжают наблюдать и консультировать своих пациентов, порой пожизненно, не сбавляя темпов и в период пандемии. Порядка 85% всех людей, которые здесь находятся, это люди, поступившие по скорой медицинской помощи. То есть это люди, которым нужна срочная помощь, иногда даже в пределах минут. Поэтому в этом году, как и в прошлом, мы работаем в полном объеме. Мы выполняем все те операции, которые и выполняли до ковидной эпохи. Областной кардиодиспансер принимает на лечение и жителей Оренбургской, Саратовской, Ульяновской областей. Оборудование здесь регулярно обновляют. Так, наличие новейших рентгеноперационных позволяет лечить пациентов с острым коронарным синдромом, с нарушением сердечного ритма, проводить открытые операции на сердце без рисков и осложнений. Гульфия Сафина, Николай Сидоров. События. По инициативе Всемирной организации здравоохранения, октябрь признан месяцем борьбы с онкологическими заболеваниями молочной железы. На пресс-конференции медики рассказали, как уберечь здоровье и вовремя обнаружить опухоль. Подробности в следующем сюжете. Рак груди входит в тройку самых распространенных онкологических заболеваний у женщин. Поздние роды, отказ от кормления ребенка, особенности женского цикла, возраст, избыточный вес, да и просто генетика. Все это факторы риска возникновения рака груди. Эффективность лечения болезни зависит от того, на какой стадии она выявлена. А для этого требуется заинтересованность в собственном здоровье женщины и ее информированность. Ежегодно, начиная с 1985 года, по инициативе ВОЗ, октябрь признан месяцем борьбы с раком молочной железы. При современном уровне развития медицины рак молочной железы излечим практически на 100%. Сегодня есть возможность выявлять на ранних стадиях. А если мы выявляем данную патологию на ранней стадии, то и высок риск выздоровления до 90-95%, высока вероятность полного излечения. Лучший метод раннего выявления рака груди – мамография. Этот метод включен в программу всеобщей диспансеризации и доступен каждой жительнице региона старше 40 лет. Делается много, модифицируется много для повышения качества доступности. Мы призываем граждан активно прислушиваться к нашим рекомендациям и своевременно проходить все диагностические обследования, которые рекомендованы. Выявить рак молочной железы можно также с помощью УЗИ, КТ, МРТ и рентгеновского исследования. Если на первом этапе в поликлинике заподозрено появление новообразования, пациент направляется на уточняющую диагностику. Для этого в Самаре организованы 4 центра амбулаторно-онкологической помощи, которые оснащены всем необходимым оборудованием. По направлению от участкового врача, врача общей практики, гинеколога, хирурга, любого специалиста поликлиники в рамках ОМС, то есть бесплатно, врач-онколог уже оценивает результаты обследования и принимает решения. Значит, при выявлении злокачественного новообразования и пациентка направляется уже для специального лечения в областной онкологический диспансер. Медики рекомендуют не сбрасывать со счетов и самообследование. Его нужно проводить, начиная с 20 лет. С возрастом к рекомендациям добавляется ежегодное УЗИ молочных желез и маммография. Ольга Хомракулова, Григорий Плешаков. События. Они восстанавливают храмы и деревни, связанные с именем Сергея Аксакова. Совсем недавно совершили тур по местам, где жила семья писателя. В Самарской публичной библиотеке прошла пресс-конференция, участники которой обсудили дальнейшее развитие Аксаковского движения в Самаре и пообщались с одним из потомков дворянского рода. Обо всем подробнее Никита Колосов. В этом году русскому писателю и автору сказки «Оленький цветочек» Сергею Тимофеевичу Аксакову исполняется 230 лет. В честь этой памятной даты Аксаковский комитет Самарской области решил проехаться по Золотому кольцу Аксаковского по Волжье. Они посетили сел и деревни, где жили захоронены Аксаковы. Мы проехали дорогами, которыми пользовались Аксаковы и перемещались из Уфы на территорию Самарской губернии, в село Аксаково-Богорусланское. В том числе мы посетили то место, куда больше всего стремилось Александр Селонов, этого село Бавенцево. Еще мы посетили, значит, в Оренбургской губернии несколько мест, связанных тоже, кстати, с Аксаковыми. Одной из участниц экспедиции стал Александр Крепинска, потомок дворянского рода Аксаковых. Жительница Чехии всегда знала, что она состоит в родстве с русским писателем. Но только три года назад нашла связующую нить. Ее предки до Великой Отечественной войны жили в Самаре. Сохранились фотографии, на которых еще ребенком запечатлена ее бабушка. Во время Второй мировой войны все родственники из Самары уехали во Владивосток, а потом в Чехию. Спустя много десятков лет Александр приехал на родину своих предков и увидел родовые места. Я, конечно, должна оценить все, что тут в рамках Аксаковского движения было сделано, потому что реставрировать старые места, это, наверное, трудно. И такой энтузиазм огромный, который виден, это тоже меня поражает. Проводником по Аксаковским местам стал потомок кучера, служившего писателя, Анатолий Кельдешов. Он побывал во всех селах и деревнях, о которых знал по рассказам своих родственников. По книгам Сергея Тимофеевича создал путеводитель, с помощью которого можно совершить поездку по знакомым местам рода Аксаковых. Здесь все то же, что у Аксакова, только сейчас, скажем так. Вот как Аксаков описывал, какие места. В этих местах мы побывали, сфотографировали, накопили какой-то материал, сравнили, проанализировали. Чтобы современный читатель посмотрел на всю ту природу, все то, что описывал Аксаков, как бы аксаковскими глазами. В 2027 году Аксаковскому роду будет тысячи лет. К этой дате Аксаковский комитет Самарской области планирует создать музей, посвященный творчеству русского писателя. В планах открытие музей-заповедника в селе Страхово Самарского региона, где в прошлом году провели раскопки и нашли захоронение Самарского и Упимского губернатора Григория Аксакова, сына писателя. Никита Колосов, Григорий Пешаков, События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Всего вам самого доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова